Здоровая улица. Новый проект под таким названием Фонд гражданских инициатив планирует внедрить уже в 2014 году. Суть в привлечении предприятий и организаций к регулярной сдаче макулатуры. Подробности далее. Практика раздельного сбора мусора в Ярославле реализуется уже второй год. Специальные контейнеры, в которые можно отдельно складывать пластиковые бутылки и макулатуру, уже появились в Завовском районе. Эту инициативу воплощают в жизнь активисты благотворительного фонда «Проект будущего». По их словам, люди уже давно готовы к подобной практике. Буквально ставили накопитель на улице авиаторов. Идут мимо гражданин, идет мимо гражданин, такого средненького вида, смотрят на накопитель и говорят, цивилизация в городе появляется. Причем она идет с бутылочкой пива, выпивает бутылочку пива, выливается, сминает ее и туда бросает. То есть люди готовы, хотят. С недавних пор в районных администрациях города и в некоторых организациях начали появляться контейнеры для сбора макулатуры. Это тоже инициатива сотрудников фонда. Только в техническом университете за месяц набирается 10 тонн отработанной бумаги. Причем, как оказалось, собирать бумажные отходы выгодно всем. Организации не нужно решать проблемы с накопившейся бумагой. Активисты фонда сами вывозят в торсырье, а на вырученные средства облагораживают город, ставят турники во дворах. Сейчас, например, зима. Продажи увеличиваются, макулатуры больше. И, безусловно, сейчас мы буквально полностью по половине, мы, может быть, больше газели забиваем. Активно с ребятами сотрудничаем, они приезжают, мы звоним, накапливаем, забирают и так далее. Новый проект руководителей фонда называется «Здоровая улица». В 2014 году планируется построить три спортивные площадки для занятий воркаутом. Цена вопроса – 300 тысяч рублей, а для этого необходимо собрать 420 тонн макулатуры. Поэтому организаторы стараются привлечь к этой акции как можно больше организаций и людей. Такие собрания проведены для того, чтобы привлечь партнеров, чтобы привлечь тех предпринимателей, тех людей, кому не все равно и кто готов сделать свой вклад в благоустройство города. Например, есть организации, которые уже давно на рынке вторичного сырья, у них есть и финансы, у них есть и возможности. Мы предлагаем им проект о том, что, во-первых, у вас увеличивается объем от участия в данном программе. Соответственно, с вас сделайте свой вклад, приобретите такое-то количество определенных баков, накопителей. Мы их устанавливаем, соответственно, и обслуживаем. По статистике, ежегодно город использует 30 миллионов тонн бумаги. Большая часть просто выбрасывается на помойку. И, наверное, разумно, что находятся люди, которым не все равно, что такой ресурс растрачивается впустую. Александр Захаров, Лев Белков, ЯНовости.